Это адронный коллайдер, который построил ЦЕРН. А это частица, которая в темной трубе хранится в адронном коллайдере, который построил ЦЕРН. А это веселое поле Хиггса, которое часто волнует частицу, которая в темной трубе хранится в адронном коллайдере, который построил ЦЕРН. А это фотон, который веселого поле Хиггса не боится, который часто волнует частицу, которая в темной трубе хранится в адронном коллайдере, который построил ЦЕРН. Меня зовут Полина Жадько, мы находимся в центре современного искусства Креадор и здесь проходит моя персональная выставка «Квантовый скачок». Это художественное исследование в области квантовой физики и проведение параллелей с философией. То есть я доступным языком показываю, почему квантовая физика. Спасибо всем, что приехали. Сегодня у нас открытие Центра современного искусства Креадор. Особняк 19 века и современное искусство. Возможно ли такое совмещение? В этом зале представлены художники Александр Титов, Елизавета Супрун и Андрей Ефимов. В этом зале представлены работы Лады Раскольниковой и Александра Титова, Алексея Кокорина, Никита Макеева, Сергея Колосова, Саяна Богдалиева. В этом зале представлены работы Оли Сид и Сони Озеровой, Алиса Гореловой, Полина Жадько, моя, Александра Халибской. Еще раз здравствуйте, меня зовут Никита. В чем дело? Дело в том, что у меня мама коллекционера, и мы проводили много всяких разных выставок. И в том числе были всякие предметы, которые были таинственные, загадочные. Их клали обычно в отдельную витрину. И они всегда находились где-то сбоку, и все всегда проходили. Потому что, ну что это такое? Непонятно, какие-то штуки лежат. Но как только кто-то вставал рядом и начинал рассказывать, оттуда не уходил интерес. И стало понятно, что в принципе самое главное — это человек-рассказчик. И получается, что музей по факту не нужен. Нужны предметы, и нужен человек, который о них расскажет. И возникла концепция музея в чемодане, который мобилен, приезжает к вам в гости, создает программу шоу-развлечения и потом благополучно уезжает к следующим зрителям. Итак, смотрите, пожалуйста, как вы думаете, предком чего является этот предмет? Кастаньян. Не смотрите на каждый предмет их по отдельности. Все вместе. Предком чего является это все вместе? Честно говоря, что это может быть. Друзья мои, это предок дамской сумочки. Да. Да, совершенно верно. Дело в том, что раньше дамские сумочки хоть и существовали, но они были не в моде. Ну и карманов у девушек вот в этих флагах тоже не было. Это называлось шатлен. Это был крючочек, либо вот такое кольцо, которое вешалось здесь на полисов. К нему, соответственно, цеплялись цепочки. А уже каждой цепочке по отдельности цеплялся отдельный предметик. Залили сумочку дамы в прошлом. Мы все понимаем, что этого делать нельзя, но мы совершенно совершим этот процесс. Здесь у нас, как вы думаете, что? Зеркальце. Совершенно верно. Здесь зеркальце, здесь ничего удивительного. Вот это что такое, как вы думаете? Может быть, пудра. Что? Пудра. Пудра, часы. Нет. Это... Порох. Порох? Да. О, нормально. Подождите, мы про дамскую сумочку сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я художница. Как вас зовут? Елизавета. Вот, это мои работы представлены. Мне нравится составлять композиции и добавлять новые смыслы. Давайте посмотрим, какие здесь находятся современные смыслы. Когда на культуру ставят какие-то запреты, это ненормально. Всего здесь представлено шесть работ. На самом деле их десять во всей серии. Это серия о стереотипах. Здесь есть работа сказочных художников, и эта работа о том, что сама профессия художника зачастую не считается профессией. Когда я знакомлюсь с человеком, и человек узнает о том, что я художник, ему... он не понимает, как ко мне относиться. Он не понимает, это профессия или это хобби. Он начинает меня уточнять. И хочет вас запретить. Да, и он не понимает, насколько это вообще безопасно для него. Может быть, я его укушу. Теперь вы видите, как выглядит современный художник. Вот он. Да, спасибо.